Привет, это я Кирилл, умник-разумник, и ты в лиге умников-разумников. И сегодня 19 мая, а это значит то, что у меня день рождения. И в честь этого события я решил устроить супер-мега-долгожданные челленджи от подписчиков во FNAF 7 Ultimate Custom Night. И поможет нам с этими челленджами Колесо Фортуны Влада А4. Ну что, интересно? Тогда давай скорее начинать! А если ты еще не мой подписчик, или твоего челленджа нет среди кандидатов, то обязательно подпишись на канал, не забудь про колокольчик, и напиши свой челлендж по Ultimate Custom Night под этим видео. Ну что, все готовы? Если да, то самое время начинать! Ребята, я распечатал ваши челленджи, разрезал и распределил по четырем тарелочкам, и каждая из них отмечена своей собственной лентой. Красная, синяя, белая и желтая. И это не просто так. Для того, чтобы абсолютно честно и непредвзято выбрать челлендж, я буду крутить Колесо Фортуны, и оно будет указывать нужный цвет, и затем, закрывая глаза, я буду брать какой-нибудь случайный челлендж из нужного резервуара. Мы начинаем нашу жеребьевку, и пусть удача всегда будет с нами. Ну что, выбираем первый челлендж, и я кручу Колесо. Так, посмотрим. И первый челлендж у нас будет синий. Теперь я плотно закрываю глаза и выбираю какой-нибудь случайный челлендж из синей тарелки. Так, ну что? И это челлендж от Уганда Наклза. Привет, вот тебе челлендж, называется «Кошмарное безумие всех кошмарных аниматроников на 20 плюс Автон на 20». Ух, ничего себе, Уганда Наклз, тебе показалось, что всех кошмарных аниматроников будет мало, и ты ещё и Автон сверху накинул. Но ничего, он достаточно просто побеждается, я думаю, самое время приступить к челленджу. И вот я выставил челлендж от Уганда Наклза «Кошмарное безумие». Называется тут «Все кошмарные аниматроники и Автон». Ну что, время начать! Этот челлендж обещает быть очень-очень сложным, и первым делом предлагаю начать действовать. По моей тактике, раз уж аниматроников у нас действующих на звук здесь, по-моему, нет, мы включаем вот так, вот так, только надо будет всё равно регулировать температуру. Так, аддакт-систему у нас вроде как никто и ползти не будет. Так, сразу... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, как много у всех. Так, и кошмарные вот эти вот мишки от Фредди, от Кошмарного, и ещё куча аниматроников. Нам надо будет... Так. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, как много у всех. Так. Вот так, вот так. Фух! Я начинаю потихонечку вспоминать, как бороться с аниматрониками, только нам надо срочно же. Максимально срочно! Надо закрыть вентиляции, двери все нужные нам. Так. У-у-у-у-у, ребята. Так, точнее не вентиляция, точнее, ресетнуть её, призагрузить. Так. Слушаем все звуки. Всё как надо. Так, вот. Идёт Кошмарная Мангл. У-у-у, как много этих маленьких Фреддиков. Так. Ну что. Смотрим. Пока что первый час ночи, ребята. Так, маски нам сидеть не придётся. Вот эта Кошмарная Марионетка, это вообще жесть. Так, и то, и то закрываем. Включаем температуру срочно! А-а-а-а! У-у-у-у! У-у-у, чего-то там. Я случайно даже кликнул и пропустил этот диалог. Таким образом, то что, ребят, смотрите, я проиграл от того, а-а-а, то что я снял планшет, мне надо было кучу Фреддиков засветить, включить, а-а-а, охлаждение температуры, чтобы спастись от Джека Чики. Ещё при этом успевать собирать все монетки, если он на Кошмарного Блумбоя в сидячем положении, а если он последний в таком положении, он нападёт на тебя. Теперь я выбираю челлендж номер два. Так, колесо раскручивается. Потихонечку останавливается. И челлендж номер два будет белого цвета. Так же, как в прошлый раз, честно, закрываю глаза. И теперь возьму какой-нибудь, допустим, вот этот челлендж. Так, посмотрим. И это челлендж от Наемники Ниндзя. Вот это да. Прям старался, придумывал и дополнял челлендж. Выбери Медведя Афтона на 10 и Фантом Фредди на 20 и Спрингтрапа на 5. И Спрингтрапа, ну, наверное, Эфтона на 15 и Кошмарную Марионетку на 18. И Той Чику на 2, Той Бонни на 9 и Скроб Бэйби на 16. Вот это очень большой и интересный челлендж. Ну что, Наемники Ниндзя, я выставил ваш челлендж. Так, он, в принципе, смотрится достаточно интересненько и не очень уж и сложно. Так, Афтон, затем Скроб Бэйби. Так, ну, в принципе, я понял механику. Так, начинаем. Тут надо к каждому челленджу очень хорошо подготовиться и посмотреть, подумать хорошо, против каких аниматроников ты всё же будешь сражаться. Так, делаем сразу вот так. Идём в вентиляцию. Здесь поставим вот хоть такую вот ловушечку здесь. Кстати, повар-генератор может до двух дверей одновременно прожить закрытый... То есть, смотри, если ты используешь повар-генератор, который я включаю на единичку, вот он здесь, если что, сверху включается, так, значит, если ты его используешь, то ты, в принципе... О, вот пришла Скрэп Бэйби. Ты можешь прожить целую ночь с двумя закрытыми дверями, вообще не беспокоясь об энергии. Но повар-генератор всегда добавляет шум. И поэтому... Ой-ёй-ёй-ёй, так, приходится очень внимательно за ним смотреть, потому что если, допустим, присутствует мюзикмен или какой-нибудь лэфти, который частично реагирует на шум, то тебе надо всегда быть на чеку. Так, ну что, посвятим на Фредди. Так. Кстати, получается, по камерам у нас даже мало что смотреть надо, потому что у нас и вентиляция закрыта, так, Скрэп Бэйби подвинулась. Фух. Ребята, это очень страшно. Так-так-так, тихо, марионетка кошмарная. Фух. Ну что, она нам будет ещё пережить атаку Автона. Она должна случиться один раз за ночь всего лишь. Он стоит, по-моему, не на максимальной сложности, и поэтому у нас есть некоторое время, чтобы среагировать. Так, на 10 он стоит, то есть наполовину от своих возможностей. А, кстати... Ух! Я случайно даже на фонарик успел крикнуть нажать. Ну что, ребята, получается, что у нас? Кто ещё остался? Кошмарная марионетка не мешает. Просто вовремя убираем курсор. Затем Спрингтрап закрыт за вентиляцией. Вот это вот мы его так затроллили профессионально. И затем той Чик и той Буни подходят с обоих сторон. Так. Да. И Скраббэйви, конечно, возможно. Она может, конечно, к нам вернуться. Я не знаю, на самом деле, как полностью работает эта её механика. Ну что, я думаю, мы сможем пройти этот челлендж. Так. Главное, очень аккуратно обращаться с курсором, потому что кошмарная марионетка очень сильно мешает. Так. Тихо, 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 тихо. Как же она, всё же страшно. Такая смотрит сверху. Появляется в самых неожиданных местах. Просто невероятно непонятных. Ещё сложно при этом понять, наведён-то на неё или нет. То есть надо срочно ввести с неё мышку, чтобы она не накапливалась. Ой-ой-ой. Так-так-так, тихенько. Чтобы не накапливался её такой страшный скримерный заряд. И как раз, если она может как-то расположиться, вообще непонятно. И вот как один раз была она сверху висела, вот так здесь. Я увозил с неё мышку, она всё равно здесь была, потому что очень уж длинный такой у неё в этот раз хитбокс был. То есть поле, на котором фиксируется нажатие курсора. В этом случае. Ух. Так, тихо, 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 тихо. Аккуратненько. Так, она вообще не уходит как-то с этого места в последние несколько секунд. Три часа ночи, ребята, так. Ой, так-так-так. Стоп, подожди. Там был Рокстар Фредди? У Фокси? Так. По-моему, его не было даже. То есть его, наверное, может быть Диди добавила. Так что... Хотя её тоже не было. Так. Вот это интересненько звучит. Её он был всё же. Нет, его не было. Так. Прогоняем опять Фантома Фредди. И сидим до конца ночи. Всё хорошо. Фантома мы отразили. Так. Тихо, 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 тихо. Кошмарный Марионетка. Это очень такое, на самом деле, важный аниматроник. Потому что одно лишь его добавление может привести к абсолютно неожиданному и случайному проигрышу посреди игры. Вот опять. Вот когда она сверху появляется, то очень опасно. Очень много места она занимает на экране. Кстати, надо ещё успевать держать курсор в тех местах, где тебе не жалко. То есть вот так вот. Она здесь появилась, и я убрал мышку в другой части экрана, более функциональную, которая мне нужна. Так. И вот она опять здесь сейчас появится. А нет, не появится, потому что мы вентиляцию перезагружаем. И здесь появилась там, где надо как раз, чтобы прогонять Фантома Фредди. Фух. Так. Ребята, 5 утра тем временем. Так, челлендж этот оказался достаточно простой. Так, прогоняем Фантома Фредди. И ждём. Осталось всего лишь менее минуты. Кстати, такая интересная тема. Вот здесь таймер в реальном времени. Минут и секунд идёт. И как раз можно по нему точно ориентироваться, сколько тебе там секунд осталось сидеть. Но. Так, тихо. Но я что-то не особо понимаю, как это работает. А, вот. До 30 секунд получается каждый час. Ну, короче, сложно. В этой системе надо разобраться. И мы прошли челлендж от наёмники Ниндзя. Спасибо огромное. Это было очень интересно. Выбираем челлендж номер 3. Вот уже колесо и останавливается. Интересно, какой цвет будет сейчас. И опять Си челлендж. И это будет челлендж от Артём ТВ Про. Той Чика на 19, Той Бонни на 11, Рокстар Фредди на 20, Фредди на 10, Кошмар на 20 и все фантомы на 20. Вот это ты, конечно, Артём ТВ Про придумал челлендж. Самое время приступать. Ну что, ребята, следующий челлендж от Артём ТВ Про. Ну что, я его выставил. Смотрится он достаточно интересно. И нажимаем Гоу. Так, ну что, первым делом я предлагаю сейчас включить повр-генератор, чтобы спокойно пользоваться дверками. Дверками, потому что нет ни одного аниматроника, который реагирует на всякие, допустим, температуру или что-нибудь. Или на шум. Так, выключаем вентилятор. Тоже нам этого сейчас не нужно. Так. И сейчас у нас получается две напасти. Такие опасные. Вот аниматроники типа Той Чики или Той Бонни. Они на самом деле особо страшны. А вот, допустим, Фредди. Или Кошмар, который Фредди идёт с этой двери. Вот, да-да-да, он вон там. А Кошмар будет появляться в той двери, по-моему. Да, скорее всего так. Ух, Чика достаточно быстро ходит, потому что она выставлена на целых девятнадцать. Так, хорошо. Ну смотри, какая интересная тема. Помнишь, что я говорил тебе в одном из прошлых челленджей? Можно сделать вот так. И вот так. Всё. Обе двери. Что это такое? Так, погоди. Диди решила нам кого-то добавить. Похоже, ей мой чит не понравился. Так. Ну посмотрим, добавится ли кто-нибудь. Добавился. Иногда бывают такие интересные моменты, когда вообще никто не добавляется. Достаточно странные. Так, тихо-тихо-тихо. Так. Ничего не раскручивается. Всё отлично. Все аниматроники стукаются от двери. Смотрим. Так, сейчас-час-час-час. Погоди. Вот так вот. Она добавила Кошмарного Фредди. Ребята, ничего страшного. Мы с ним справимся, надо просто работать фонариком поусерднее. Так. Но просто светить на Фантома Фредди и Кошмарного Фредди. Его Фреддики вот эти страшные маленькие. Сами собой не будут нам представлять никакой опасности. Потому что у нас есть Фантом Фредди, который нам с этим помогает. Фух. Ну что? Потому что повар генератора... Ребята, я очень плохо всё сделал. Так, сейчас ещё ослепнем, потому что не хватает вентиляции. Так-так-так, тихо-тихо. Фух. Всё хорошо. Так, вот Фантом Мангл. О-о-о. И уплыла вниз. Очень прикольная анимация аниматроников. Тут присутствует. Эм... Повар генератора хватает на обе двери на всю ночь. Если выключить, допустим, эм... Вентилятор. Всё лишнее. Так, хорошенечко обсвечиваем офис весь. Фух. Экстремальненько. Так. Эм... Ресетовать ничего не надо. Эм... Хватает на целую ночь. Повар генератора с двумя дверьми закрытыми. Эм... Ничего. Из дакт-система, которые у нас вот эти вот две трубки... Так-так-так, тихо-тихо-тихо. Всё окей. Вот так вот. Делаем такие движения из СНАФа 2. Когда автоматически скрываем планшет, одеваем маску. Так вот. Вот это дакт-система. Вот эти вот две такие трубочки, торчащие из потолка. Эм... И... Как раз... Эм... Вот эти вот трубы, из них могут лезть аниматроники. Но в этом челлендже их пока что нет. Так что... Эм... Мы можем сесть спокойно, и при вентиляции тоже никто не ходит. Только Фреддики у нас появляются на столе благодаря Диди. Фух. Ну что? Третий час ночи. Так. Ну что? Давай посветим на Фредди сейчас. Спокойненько выключим... Точнее, перезапустим вентиляцию. Так. Так-так-так, не нажимаем. Ни в коем случае не нажимаем. Я совсем забыл про него. Это наш любимый Фокси. Рокстар Фокси. На которого, если нажать на вот эту птичку, которая летит, он может предложить нам помощь. Но, если на нем стоит очень большой уровень, точнее вот там, не знаю, вот выставили, допустим, 20, как сейчас, по-моему, да? Значит, если на нем стоит 20, то скорее всего, реально, наверное, в 90% вообще случаев, когда он появится перед тобой, вместо того, чтобы предложить тебе помощи, он просто возьмет и нападет без лишних слов. Кстати, по-моему, нет, он там что-то перед нападением рассказывает, так что я сейчас достаточно хорошо скламбурил вот так вот насчет этой темы, без лишних слов, хотя он там, наоборот, рассказывает много всего перед нападением, что-то говорит там, что-то лиричное такое. И, так что сейчас лучше его не трогайте, нам осталось сидеть ровно одну минуту, а нет, меньше, да, гораздо меньше, потому что я более-менее разобрался вот в этих вот часиках, которые у нас тикают под основными часами, показывающими 5 утра. А осталось сидеть ровно 15 секунд. Так, ну что? Ребят, 4% энергии. 3% энергии. Так, а вот это вот, кстати, на самом деле, я очень плохо использовал. Да тихо ты! Нет, 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 нет! 10 секунд! 10 секунд! А, хорошо, хорошо, это, это Фантом Фредди. Нет! Нет, кошмар! Кошмар пришел. А-а-а! Ребята! Осталось 1 секунда и 6 десятых. Вы представляете, да, какой умный и интересный челлендж нам приготовил Артем ТВ ПРО? Ну что, спасибо огромное за такой очень-очень интересный и сюжетный поворот в конце. И сейчас мы определим челлендж номер 4. Так, колесо потихонечку тормозит. Интересно, какой сейчас будет цвет? Желтый, вот это да. Да, кстати, в первый раз. И теперь выбираю какой-нибудь желтый челлендж. Так, возьму снизу, чтобы все было максимально честно. Так, и этот челлендж у нас. Ух, так, он интересненький, объемный. Так, вау! Так, это челлендж от Skate Bro 8000. Выбери мой челлендж. Мой челлендж, эээ, мое название челленджа. Убийцы в здании. Посмотри, это просто гигантский челлендж. Так что давай я сразу выставлю всех аниматроников. И мы не будем тут его три часа зачитывать. Фух, ну что. Skate Bro 8000. По-моему, я здесь выставил всех аниматроников, которых ты мне написал в этом челлендже. И он очень большой. Так, ну что, давай посмотрим. Из сложных аниматроников тут у нас, наверное, есть Бонни. Кстати, он сидит в пиратской бухте. И, в принципе, да, он нам опасности не представляет. Так, затем следующий той Бонни. Вот этих вот всех, вот мы знаем. Эти лезут через F-вентиляцию, через которую Афтон лезет. Так, вот Циркус Бэйби надо будет ей покупать игрушечки, чтобы она на нас не нападала. Так, Спринг Трап это передняя вентиляция. Затем следующее. Это Хэл Питрэшен Гэнг. Это чисто визуальность вместе с Эл Чипом и Фантайм Чикой. Затем Молтон Фредди, он тоже лезет по вентиляции вместе со Спринг Трапом. И после этого Скрэп Бэйби, которая появляется у нас за столом, мы уже ее побеждали. И затем Афтон. А, еще Фон Гай, конечно же. И Мистер Хипа, который лезет через Дакт Систем. Если мы проиграем, то как минимум 3 минуты будем сидеть и слушать его монолог, точнее, философский. Так, ну что, попробуем? Так, ну очень много всяких элементов, сидеть на месте в этом члендже вообще нельзя. И мою любимую тактику с повар-генератором, по-моему, звуковых аниматроников у нас сейчас нет. Лефти, Музикмена нет. Так что хорошо. Давай вот так вот удержим здесь. Ой, все, пропустили кучу аниматроников. Не сможем отражать, допустим, Фредди вот этого, вот этого. Я не могу несколько секунд отражать. Да кто? Кто? Фантом Мангл. Ой-ой-ой-ой, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, подождите, я все двери случайно закрыл. Ааа, что происходит? Помогите! Так, 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 так. Ау, сюда! Теряция! Стойте! Ребята, стойте, стойте! Погодите! Так, пришла. Вау, слепую сейчас мог прогнать хелпи. Так, мьют кэл. Сразу не надо нам. Так, так, так. Кто-то идёт. Идёт, идёт, идёт кто-то. Так! О, так, это... Молтон Фредди, мы его закрыли. Так. Ну что, ребята? Звучит очень интересно. Дакт Систем. Так, всё хорошо тут. Ребята, у нас проблемы с цирку с Бэби. У нас нет никаких, вообще никаких денежек, чтобы... Чтобы оплатить ей игрушку. А такая капризненькая. Булумбой прошёл. Так, Бэби. А, нет! А, придётся потерпеть ещё кучу скримеров из-за того, что Булумбой забрал у нас фонарик. Так. У-у-у, ребята! Во, Спрингтрап! Ты видел, как он на нас смотрел оттуда из вентиляции? Ой-ё-ёй, миллион фантомов! Просто! Ааа! Так! Всё, мы смогли закрыться от ещё нескольких аниматроников. Точнее, вот так можно сделать. Аа... И вот так. Лучше тогда не делать вообще, не знаю. Ох, как сложно. Так. Аа... Так, сейчас ещё трэшинг-гэк будет скоро. Ааа, так, я прикрою пока что вентиляцию переднюю. Нам срочно надо собирать монетки, ребята. Первым делом так. Молтон Фредди, ух! Я ему случайно открыл, и сейчас вообще хлопают двери впереди. Ребята, вот это экстремальный, поистине, воистине экстремальный челлендж. Невероятный, просто очень динамический. Вот это вот очень круто. Скейтбро 8000. Так, закрываем Бабамбоя. Сидим. Ааа, потому что видно, что... А, нет, нет, просто... Эээ, не боятся, что... Я подумал, что видно лицо спрингтрапа, который потихонечку к нам двигается вперёд. Так, давай закроем эту дверку. И посмотрим, где же Бэйби. Ой-ой-ой, сколько стоит? Сколько стоит? Скажите. Что это такое? Ребята, помогите. Так. Так, всё-всё-всё. Всех затормозили, ребята, я уже молчу просто. Я уже не мог даже нормально говорить, потому что куча аниматроников. И главная проблема, это, конечно же, циркус Бэйби. Ммм. Которую надо купить игрушку. О, вот это вот гениальная механика и просто гениальный челлендж от Скейтбро 8000. Спасибо огромное. И нажатием на кнопку с надписью А4 мы выбираем челлендж номер 5. Так, ну что? И он на этот раз у нас красный. Тоже, кстати, этот цвет падает в первый раз. И это будет вот этот челлендж. Интересно, от кого же он? От ФНАФ Плей. Челлендж Марафон Фреддика. Поставь всех Фреддиков на 12. А теперь нас ждет марафон Фреддика от ФНАФ Плей. Ну что, я ввел челлендж. Я постарался здесь абсолютно всех Фредди найти. Я думаю, я не пропустил ни одного. Фух. Ну что, этот челлендж обещает быть очень большим. Нам надо и от этих, от этих, от всех спасаться, короче. Так, сейчас попробуем. Так, нажимаем. Го. Фух. Фух. Так. Игра загружается. Ииии. Отлично. Так. Мы появились в офисе. Первым делом предлагаю сходить в вентиляцию. Возможно, перекрыть. Возможно, так. Аниматроников, реагирующих на звук, есть. Есть. И на температуру. Лефти. Лефти, лефти, лефти. Еще раз лефти. Так, у нас есть лефти, который нам будет предпочтен. Да ладно. Так, ребята, это не считается. Не считается. Не считается. Потому что той Фредди, это невероятная жесть. Он сидит в своей комнате, значит, такой. Сидит и играет в игру 5 ночей с мистером Обнимашкой. И он должен от него спастись. Только он почему-то очень такой плохой, по-моему, геймер. Насколько я могу предположить. Потому что он вообще не играет. То есть он просто сидит и вообще ничего не делает, реально. Так, смотрим, где Обнимашка. Вот здесь. Так. Закрываемся от всех, кто нам не нужен. Так. В данный момент. Значит, мистер Обнимашка. Такой персонаж, который встречается в этой игре. Хоррор-игре. В которой играет той Фредди. И мы должны спасать его. Ребята. Я проиграл от Голден Фредди. Тем самым образом. Потому что просто посвятил на него фонариком. Вместо того, чтобы одеть маску. Фух, вот эта вот куча всяких важных элементов в этом челлендже, отвлекающих, которые очень-очень много внимания требуют. И, конечно же, Той Фредди. Фух, это очень сложный челлендж. Ну что, челленджи реально сложные. Посмотрим, каким будет номер шесть. Так. И он у нас опять красный. Так, ну что, раскручиваю миску для пущей честности. И теперь выбираю какой-нибудь рандомный челлендж. Так, например, вот этот достаточно объёмный челлендж от RRR Richard Rochelle Rijek. Так, этот челлендж тоже просто гигантский, так что давай поскорее всех выставим. И теперь челлендж от RRR Richard Rochelle Rijek. Так, ну что, я выставил всё, что здесь было. Челлендж, в принципе, очень-очень интересненький и не очень уж и сложный. Так, нам надо будет очень много денежек зарабатывать. Точнее, в камерах копить монетки, на которые, когда мы наводимся, они собираются. Потому что нам надо будет и Циркус Бэйб игрушки покупать, и ещё и Рокстар Фредди платить по пять монет. Кстати, Рокстар Фредди, его можно взломать перегревом температуры. Но проблема в том, что у нас есть Джека Чика. За которой надо очень хорошо следить, потому что она от перегрева, опять же, появляется около дверей. И от неё никак не спастись. Просто вообще невозможно. Потому что, точнее, если ты не будешь остужать весь офис, в этом вся проблема. Так, ну что, первым делом я предлагаю отправиться за монетками. Ага, я забываю всегда про всех этих булумбоев ваших. Так, я включаю... А, кстати, никого у нас на шуме нет? Не знаю, кстати, вроде как нет. Кстати, у нас Афтон в этом челлендже стоит на один. И как раз... Так, благодаря тому, что он на один настроен, есть шанс того, что вообще он не придёт. Вот такая вот интересная вещь есть. Ой, всё, начинаются первые расходы. Значит, нам надо срочно собирать монеточки. Потому что надо отдать пять монет вот этому Фреддику. Так. Всё, набрал пять монет. Фух. Аж очень сильно перебивает. Рокстар Фредди. Рокстар Фредди из шестой части ФНАФа. Кто? А, Канди Кадет? Вот этот чувак. Вот там что-то такое. Бля-бля-бля-бля. Чё-то рассказывает про себя там, значит. Так. У меня пришла... Да ладно, что это такое? Может быть, немножко это, погреем офис? Хе-хе. Можно его чуть-чуть погреть, пока не будет появляться. Так. А, ещё я пропустил лонбой к тебе в офис. Так. Этот челлендж такой достаточно напрягающий. Потому что куча аниматроников. Да какое? Всё. Ребята. Нет. Ну... Ха-ха-ха. Плес, депозит... Файл. Коэнс. Накопить столько монет просто невозможно реально. Когда у тебя всякие блумбой. Другие аниматроники. Температуру надо всё время смотреть за энергией, чтобы моментально её не потратить. И ещё куча аниматроников вокруг отвлекает тебя от бесконечного накапливания денюжек. Да ещё и даже Циркус Бэби не пришла на нас. Один рокстар Фредди замочил максимально. Так, ну что, спасибо Ричард за предоставленный челлендж, это было очень прикольно. А теперь челлендж под номером 7 абсолютно случайно раскручивается, так, и он синего цвета. Так, ну что, абсолютно случайным образом седьмым челленджем у нас становится челлендж от А4 Дима. Пройди мой челлендж фонгая на 20, лефти на 20, той Бонни на 20, той Чику на 20 и всех фантомов на 20, пройди, пожалуйста. Фух, ну что, я надеюсь, я этот челлендж пройду, потому что он звучит достаточно интересно. А теперь следующий челлендж от А4 Дима. Ну что, он звучит очень-очень интересно и, в принципе, несложный. Тут самый главный элемент будет у нас, это лефти, потому что хиби комис, активейтер, фор, хэт, нойс, так что он активируется от шума или от высокой температуры. Так что нам надо хисуфаравей, мюзикбокс, что значит мюзикбокс, он может ее что-то спускать, что ли, или что-то типа того. Короче, давайте начнем. Фантомы, вот эта вот вся мелкота вообще нам ничего не представляет, и главное еще фунгая вовремя сбрасывать, потому что он как разболтается. Просто шуметь будет постоянно, и тогда уже от лефти будет не спастись. Так, ну что, первым делом у нас все фантомы на 20, они, в принципе, не сильно мешают. Да ладно, не сильно мешают, моментально, куча шума сразу. Так, очень плохо. Ну что, нам придется, получается, только в маске сидеть, спасаясь от аниматроников. Так, и сейчас срочно пойдем проверять лефти. Так, тихо-тихо-тихо, сразу же сбросили фунгая. Нет-нет-нет-нет, как же неудобно. Так, лефти должен здесь появиться, по-моему, на этой камере, да, точно, вот на этой камере. Не на этой ли, не на этой, не на этой. Так, тихо-тихо, пересбросим. Так, все, хорошо. Именно на той камере он и должен появиться. Так, использование, в принципе, низкое у меня использование, потому что вентилятор всего лишь работает. Так, тихо-тихо-тихо, срочно выключаем все. Я, повар-генератор, включать себе не буду. Нет. Ух, тихо, фантом Блумбоя. Фантомы реально, кстати, очень сильно. Так, 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 тихо, включаем. Включаем вентилятор, потому что Лефти здесь уже уселся такой. Сидит, значит, такое. Ну и всё. И сидит. И надо очень внимательно следовать. Опять, Рокстар Фредди. Можно, конечно, у него попросить помощь, потому что вроде бы как его и никто не назначал на высокий риск. Ну ничего, в следующий раз попросим. Так, остудились слегка. 62 градуса. Наверное, по Фаренгейту в офисе, потому что если бы 62, а точнее уже 67-68 градусов было бы у нас в офисе, то это было бы именно по Цельсию. Это было бы очень неприкольно. Ух, успел, успел. Так, и вентилятор надо включить в избежание атаки Лефти. И сбросить фон Гайя. Опять же, в избежание атаки Лефти. Так, ну что. Кстати, ещё то аниматроников очень удобно пропускать с помощью того, то, что, если он вылезает, допустим, Бонни, то и Бонни вылезает, и ты его просто берёшь так, эть, камерой спихиваешь. Или это как сейчас Чик? Ага. Его, той Бонни. Берёшь его так, эть, спихиваешь в свои камеры, тогда он гораздо скорее перестаёт атаковать. Так, ну что, посмотрим. Пока что всё хорошо. Давай, остудимся. О, 80 градусов офисе. Да, как я могу тебя обслужить? Плюс 1% энергии. Звукозащита. Е-е-е. Давайте. Какой страшный скример. Э-е, это было... Это же был, э-э... Э-э, Бонни. Ой, какой Бонни. Всё, мозг плавится опять, потому что вовсе стало чуть потеплее на 5 градусов всего лишь по Фаренгейту. Это был, э-э, фантомный Боломбой. Так. Он на нас взял, напал. Сейчас мы, в принципе, потерпели его скример, но ничего страшного. Три часа ночи 46%. Достаточно быстро она расходуется, ребята. Так, сейчас мы будем максимально регулировать. Э-э-э-э, регулировать, значит, охлаждение офиса, потому что энергия... Смотри, как улетает моментально. А, звукозащита. Она, интересно, до скольки работает. Я включу чуть-чуть шума. Чуть-чуть с помощью саунд-генератора... Ой, саунд-генератора. Э-э, электрогенератора. Э-э, чтобы больше экономить энергию. Кстати, можно Фантома, допустим, Фантома Боломбоя согнать с камеры, тем самым, то, что нажать опять на эту камеру. Так, как я тебя могу услышать? Давай ещё звукозащиты. Вот так, хорошо. А, вот шум, его нет. Его нет. Шум пропадает, и опять. Ну, что это такое? Вот как с этим аниматроником прессить жить? Ой, ой-ой-ой. Там, там, по-моему, Лэфти уже начал. Вот это я разогрел сейчас. Вот это я сейчас перегрел, ребята. Проблема, проблема. Срочно остужаем. Да стой ты! А, шум! Нет! Срочно! Ребята! Лэфти, тебе надо! Так, ой! Так. Мы очень сильно, да хватит фантомы, они не дают даже посмотреть. Нет! Ну нет! Ах, фантомы ужасно мешают. Реально, они бесконечно лезут в камеру. Так, я остужаю офис. Остудил его на максимум. Шума вообще нет. Вообще вот нет его. Всё. Он там стоит на изготовке уже такой. Выглядывает, значит. Да хватит! Ах, куча шума, ребята! Давай звукозащиту, звукозащиту дай. Всё, включили звукозащиту, ребята. Нам осталось прожить. Сколько? 20 секунд. 20 секунд, ровно 20 секунд. Не надо, Лэфти! Тебе прошу, пожалуйста. Так, Лэфти, не надо. Так, шума нет. Звука нет. Не боимся. Шума нет. Опять же повторюсь. Остужаемся. Остужаемся так. Так, тихо, тихо, тише. Ребята, мы исправились. Ну что, 1400, кстати. Этот челлендж достаточно объёмный получился. Фух, ну что? Ну вот это было реально прям страшно. Я сижу такой, блин, сейчас как Лэфти выйдет. Реально, вот такие вот прям эмоции я испытываю. Ну что, спасибо А4 Дима за вот этот невероятно эмоциональный челлендж. Настало время выбрать, какой же челлендж будет восьмым. Так, интересненько, какой же там. И это опять синий. Вот это да. Так, опять выбираем случайный челлендж. Так, и этот челлендж у нас от котика Димы. Так, вау, какой он длинный. Фредди 12, Той Фредди 20, Афтон 19, Фантом Фредди 20, Фантом Мангл 12, Фантом Фредди 5, Фантом Балумбой 13, Рокстар Фредди 20 и Кошмарный Балумбой 20. Фух, ну что, этот челлендж звучит достаточно интересно и сложно. И вот челлендж от котика Димы. Так, ну что, я челлендж уже выставил. Тот, он не очень массивный по аниматроникам. Кстати, подожди, у меня что-то недовыстрелено. А, это Афтон на 19 и Фредди на 12. Потому что 510 такое очень неровное число для этой игры. Так вот, значит, этот челлендж очень интересен тем, что у него не куча аниматроников, а есть очень сложные аниматроники. Например, тот же самый Рокстар Фредди. Надо будет его постоянно копить на него монетки и платить ему. Кстати, подожди, у нас аниматроников, реагирующих на тепло нет, так что мы, в принципе, взломаем его. Ну, чисто хоккермен, такой буду пожилой. Значит, короче, высокую температуру в офисе сделаем. И тогда он не будет представлять обязанности за тем. Той Фредди, это главная проблема. Это надо будет вместе с ним играть в 5 ночей с мистером Обнимашкой. С помощью вот этого вот можно от него избавиться. С помощью... Да, короче, все, ребята. С помощью повар-генератора закрываем дверь на всю ночь от Фредди Фазбера. И никаких проблем нет. Так, ну что, все, чейнж мы спланировали. Так, фантом это фантом, анимш. Затем, бум-бой, и он на него просто светит. Все, начинаем. Так. Первым делом... Первым делом... Включаем повар-генератор, закрываем дверь. Кто там? Там. Все, сделали. Три первоначальных шага. Затем мы идем вот на эту камеру. Ищем мистера Обнимашку и закрываем дверь. Фух. Так. Пока, кстати, температура в офисе растет. Да ладно! Так, ребята, это не считается, не считается, не считается. Это случайно просто хлопнул планшетом, и на меня напал бы лумбой. Так что сейчас планшетом лучше не хлопать, как и глазами, потому что чейнж реально сложный. И начинаем еще раз. Так. Так, повар-генератор, дверь и вентилятор. Так, все, лишнее убрали. И идем на камеру. Вот сюда. Так, находим мистера Обнимашку и закрываем дверь ему. Так, затем вот сюда светим один разочек. И ждем. Так, температура наберется, не успеет даже и Фредди, вот этот вот, этот вот Фредди, на нас как-то начать нападать. Так, закрываемся срочно. Так, закрылись. Так, светимся сюда. Ну, в принципе, вот и вся ночь. Один раз отразить автона. Не надо. Не буду я тебе deposit five coins. У меня только одна монеточка. Так, ну что, температура уже гораздо выше. Предлагаю так. Ай-яй-яй-яй. Походу, тут начинают потихоньку разгадывать мой план. И поэтому дополнительных аниматроников мне прислать. У-у-у. А, как это не жить? А, я еще и на фонарик случайно нажал. Фух, ребята, представляете, короче, температуру как бы и не поднималось, все равно, вот, рокстар Фредди, он на нас прям сейчас смотрел такой, подарил нам какой-то там пауэрап. Значит, как бы не поднималась температура, все равно такой, please deposit five coins, please deposit five coins. Уже более настойчиво начал говорить. Я начал паниковать, решил избавиться от фантома Фредди. Еще и диди вылезло. И в итоге светанул на Балумбояна Кошмарного. Так, ну что, вот это вот был интересненький челлендж от Димы Котика. А теперь время определить челлендж номер девять. Так, кстати, я попробую сейчас угадать, интересно. Так, ну что, я думаю, через раз, два, три, там уже все остановилось. Ну, допустим, это белый челлендж. Ах, это желтый челлендж. Ну, кстати, белых челленджей у нас очень давно не было. Случайно выбираем челлендж под номером девять. Так, и вот этот челлендж у нас от Татьяны Черновой. Все фантомы на 20 и Спрингтрапа на 20. Прямо такой челлендж ФНАФа третьего. Ну что, я выставил челлендж от Татьяны Черновой. Все фантомы и один Спрингтрап. Такой челлендж ФНАФа третьего. Так, ну что, начинаем. И сейчас у нас самая главная задача Спрингтрап. Раз что он у нас будет на сложности 20. Так что я предлагаю вот так, вот так сделать И теперь зайти вот сюда В систему вентиляции И у нас... А, блин, да, у нас же будет Фантом Фредди Нам придётся всё время снимать планшет А если мы даже не будем его снимать То всё равно он будет на нас нападать Опять Фантом Фредди Потому что он будет автоматически снимать планшет во время скримера И сейчас мы с тобой только наблюдаем за Спрингтрапом Так, остальные фантомы нам ничем не грозят От них мы избавляемся просто вторым нажатием на камеру И всё, ничего более О, отлично Даже нет других аниматроников сейчас Тащи Фредди И, кстати, я пробую так быстренько нажимать на эту кнопку Эх, не знаю Пока сижу тут, отражаю все атаки аниматроников Уже начинаю непонятно, что делать Так, Спрингтрап продолжает идти Мы ему просто перекроем вот этим вот барьерчиком Температура высокая, ничего страшного Так, он продолжает двигаться к нам очень стремительно И Всё, застрял Он застрял, представляете Вот он здесь стоит Так Так, давай на всякий случай сделаем так Нет, ааа Нахлопал планшетом, блин Ааа, реально всё На нас напал и фантом Мангл Так, сейчас отражаем фантомов остальных Но ничего страшного, в принципе И шум и температура нам не особо важны Теперь запускаем вентиляцию И дальше сидим Ну что, ребята, первый час ночи А, он всё же не снимает планшет Напал на меня фантом Фредди Наконец-то Так, ну продолжаем сидеть Кстати, фантом Балумбоя появляется только на обычных камерах Насколько я понял То есть вот мы их, допустим, листаем Ладно, сейчас его что-то не появилось А вот, допустим, вот сейчас мы листаем Или вот сейчас Ну, короче, он появляется только на самых обычных камерах Вентиляции, потому что и в так системе Особенно ни разу его не видел Вообще здесь ни разу ни одного фантома не видел Так Вентиляция Тут пока что далеко спрингтрап Я предлагаю такой эксперимент Вот так, смотрим в дак системе Будут фантомы Вообще нет фантомов Они вообще не появляются, представляешь? Так, сейчас мы берём Закрываем вот так здесь спрингтрапа Потому что он идёт по этому маршруту И вообще, не беспокоимся Ребята, 2 часа ночи Точнее, 2 минуты 14-15-16 секунд прошло От начала этой ночи И мы хорошенечко уже Так Это не честно Я закрыл Закрыл всё Всё спереди закрыл Потому что спрингтрап взял и прошёл сквозь нашу ловушку Ааа, ну как же мешает фантом Мангл Так Всё, открываем всё Вот, видела, как Кэнди Кадет Вот этот робот, по-моему, он так называется Из шестого ФНАФа Спасибо Мангл замолчала Значит, Кэнди Кадет Он так, вот так Красивенько так Пошевелился Там что-то сказал ещё, наверное О, да Вот такой вот прикольный звучок Издаёт нос Фредди Как и всегда Так, давай сейчас Вот ты понимаешь Фантом с принципами Реально вообще не хочет уходить с этой камеры даже То есть я её открываю, закрываю И всё равно Мангл просто двигается по этой камере Фантом Мангл Так, ну это интересненькая, интересненькая ночь такая И учишься бороться с фантомами одновременно И одновременно отражать спрингтрапа Чтобы потом в последующих ланчах Он вообще не представлял никакой угрозы Кстати А что у нас звук марионетки? А я не понял А, хорошо, хорошо Мы просто Так, так Я закрываю сразу сейчас здесь всё Смотрим Да хватит Вот, отлично, всё Отлично, всё получилось Значит звук марионетки Потому что она вот здесь доступна Вот здесь она Так Ну что Я уж подумал, что она сейчас на нас нападать будет Как бывает во втором ФНАФе Допустим Когда Так, сейчас он либо наверх Либо вот здесь пойдёт Так Ну прям можно угадывать курс спрингтрапа Куда он наверх или вниз пойдёт Реально Так, ну что Давай пока попробуем вот так сделать Я бы мог что-нибудь себе там процентик Какой-нибудь денежку Попросить у Фокси там Или охладить офис Потому что Жарковат он Ну ничего Нормально Мы настоящий охранник Мы борец Лучшие Самые лучшие вообще в мире борцы с аниматрониками И сейчас отражаем вот этого спрингтрапа Который идёт Точнее закрываем ему все эти проходы Так Вот он бежит, бежит Такой думает Сейчас их поймаю Ага, конечно Так Ну что Всё Всё Ребята, всё Мы прошли этот челлендж От Статьяны Черновой Вот это вот было прикольненько Так Кстати, Дизирейбл нам даже подарили А сейчас Внимание Самый последний Десятый челлендж В этом выпуске Так что Если твой челлендж Почему-то сюда не попал То обязательно Ты его можешь написать В комментариях Под этим видео И в следующем видео Пав на все Малтибейт Кастом Найт Возможно Он будет Ну и конечно же Все эти челленджи Тоже останутся В последующих розыгрышах И таким образом Каждый мой подписчик Обязательно Рано или поздно Попадет в видео А сейчас Мы выбираем Десятый челлендж Так Ну что Клесо крутится И Вау Это был белый цвет Фух Тут прям Очень-очень мало места Между белым и синим получилось Но Получился белый челлендж Белого цвета Давно не было Интересно Что же он нам Приготовил Так Смотрим И выбираем Вот этот челлендж Интересно От кого же он Так И его Нам написала Анастасия Карабенко Той Чика Кошмарная Мангл Фантайм Чика Бонни Кошмарная Бэйби Всех На 20 Оооо Вот это достаточно Сложный челлендж И теперь Время десятого челленджа От Анастасии Карабенко Так Ну что Я выставил Аниматроника В принципе Челлендж Не сложный Но все они стоят На 20 И нам надо будет Опять копить Оооочень много денег Потому что Аниматроники Скрэп Бэйби И Найтмар Мангл Кошмарная Типа Скрэп Бэйби Там было написано Кошмарная Бэйби Но Кошмарной Бэйби Типа нет Вот есть Скрэп Бэйби И как раз Вот она Ее надо будет отражать Ааа Тогда подожди Нам только получается На Мангл Надо будет копить Монеточки Чтобы покупать Игрушки А все остальное Уже в офисе происходит Потому что Фантамчика не мешает А Бонни просто сидит У себя в камере То есть его скримера Даже нет в этой игре Обычного самого Бонни Так Тойчик Это тоже в офисе Все дела Так Ну что Копим Денежки Основная наша задача На данный челлендж Так Эм Хи Ну что Челлендж запускается Я надеюсь Мы его сможем пройти Так Кстати по моему Вот если закрыть эту дверь То аниматроники Все равно Через нее проходят Да Которые Которые проходят Через эту камеру Так Ничего у нас По вентиляциям нет Так Поваргенератор Давай включим Ага Чика Так Быстренько отражаем Атаку И вот здесь у нас Сидит скрэпбэйби Так Смотрим Сразу же Собираем монеты Да хватит Хлопать планшетом Вообще Очень интересно Расположен дисплей Очень Точнее Вот этот Ааа Ребята я камеры Все сломал Поломал Ребята я все Сломал Поломал Потому что На нас Бонни напал Все вслепую Все ребята Аа так Зато хотя бы ушла Ушла Скрэпбэйби Так Остражаем Продолжаем отражать Чику И о Камеры Починились Ребята я счастлив Починились камеры Все Так Потому что Он может сидеть В своей вот этой будке Сколько стоит 20 20 монет Ой Подожди Ты видел Там такой страшный пацан Сейчас появился Тот самый пасхалочный Так, да, давай, скорее, скорее, мне денежки нужны, да, плюс 10 фаскоинов, ребята, очень полезная Помощь сейчас у нас такая получилась, и сейчас мы продолжаем копить монетки, так, потому что у нас ещё не хватает 17, 18, 19, 20, так, мы сможем уже купить игрушку, но всё равно не забываем, лучше, лучше всегда добрать монеток дополнительных Потому что кто знает, а может ещё одна игрушка нужна, а может третья нужна будет, так что всегда копим Все монеточки, так, ну что, ждём, сидим, второй час ночи, и пока что аниматроники не особо и приходят Так, и, кстати, реально, фантома, а то с этой двери, или нет, или не с этой, по-моему, с этой, все, точнее, кошмарные Кошмарные, по-моему, все вот эти аниматроники, которым надо покупать, и не кошмарные тоже, они идут, по-моему, только с правой дверки Насколько я помню, так, сейчас обе эти дверки будем проверить, так, reset ventilation Ага, вот так Да-да-да, хорошо, всё, не напал на нас Фредди, ой, какой Фредди, Фокси, Rockstar Фокси И у нас уже 35 монет, ну не надо, ну ребята, что это такое, как жить с этим существом, так сколько тут монет-то много их Так, да, улыбнулся, да, весело Так, у нас нападают всевозможные аниматроники Но пока что мангл даже не видно То есть, всё очень хорошо, и монетки мы не тратим, у нас же целое состояние 40 фаскоинов Мы пиццерию свою собственную на это купим, как во ФНАФе шестом И обустроим так Кстати, если хочешь продолжение ФНАФа шестого Потому что мы его с тобой начали перепроходить на компьютере Вот так вот, вот так красивенько В новой графике, так сказать На полный экран, Full HD, всё как надо Начали проходить И причём не так, как в первый раз мы проходили А с аниматрониками, то есть максимально серьёзно Начали проходить Шестой ФНАФ Если ты хочешь увидеть продолжение, то Ой, как ужасно, камера-то качается Да-да, хорошо, всё Сейчас-сейчас Плюс здесь фаскоин О, 54 Если хочешь увидеть продолжение ФНАФа шестого То обязательно напиши в комментариях И можешь поставить лайк Так, ну что Ресет вентиляшн Опять делаем вентиляшн Так Ещё фаскоин Ещё фаскоин Так Ну и мангл реально не видно Можно просто, если бы не было той чики Можно было всю ночь сидеть просто в маске Так Ну что, ребята, помните, я прогнозировал Так, сейчас, погодите Помните, я прогнозировал то, что А вдруг мангл понадобится ещё одна игрушка А может понадобится третья Может быть она такая вообще Не знаю Коллекционер может быть Кошмарная мангл Так вот, у нас уже на три игрушки Хватает 63 фаскоин Вот бы мне в тех ночах, когда О, привет Так, давай-давай Всё Всё Я тебе купил игрушку, мангл Не волнуйся Всё Я купил, наконец-то, и игрушку она пришла Так Ну и Так, я закрою дверку на всякий случай Да-да Пожалуй, возьму себе плюс 10 фаскоинов Так Всё, ресет вентилишн делаем Вентилишн Вентилишн Что за непонятное слово такое получается Так Вентилишн Так, мангл, я не понял Ну и что, будем уходить? Может я ещё одну игрушку купить? Потому что я уже полностью почти отбил Ту первую игрушку По денюжкам До 60 монет Так, ну что Нам уже осталось жить Точнее, жить В смысле, наоборот Одну секунду Всё Мы прошли Десятый челлендж Ну что Спасибо огромное Анастасии Коробенко За вот этот достаточно интересный Такой финансовый, я бы сказал Челлендж Ну что, тебе понравился вот этот формат челленджей? По-моему, очень интересно Тогда обязательно ставь лайк И как только это видео наберёт 1000 лайков То сразу же выйдет продолжение И может быть, именно в этом продолжении Будет участвовать твой челлендж Поэтому ставь лайк Подписывайся на канал Пиши в комментариях свой челлендж Ну и, конечно же, почаще Приходи в Лигу Умников, Разумников Тогда и продолжение не пропустишь С тобой был я, Кирилл Умник, Разумник И очень много челленджей Пока!